Микроскоп Одним из первых создателей микроскопа был англичанин Роберт Гук. Его микроскоп состоит из двух частей. Первая часть это собственный микроскоп, трубка с линзами, которые увеличивают изображение. Трубка имела несколько линз. Те, что ближе к глазу, мы называем окуляром. Те, что ближе к объекту, объективом. Вторая часть это хитроумный осветительный прибор, который вы сейчас видите. Источником света служила масляная лампа. А стеклянный шар и линза фокусировали свет на изучаемый объект. На этой зарисовке микроскопически тонкого среза пробковой ткани Робертом Гуком изображены полости, которые он назвал клетками. В начале 19 века физиками были устранены основные оптические аберрации линз, которые искажали изображение. С использованием новых линз, дающих необыкновенно четкое изображение, конструировал свои микроскопы Карл Фридрих Цейс. В микроскопе Карла Цейса впервые была использована масляная иммерсия. Это погружение объектива в кедровое масло для улучшения освещения препарата. Современные световые микроскопы различных моделей в целом не очень отличаются по конструкции разрешающей способности от микроскопа Карла Цейса. Эти микроскопы позволяют рассмотреть различные клетки растений и животных, увидеть крупные клеточные органоиды. Начиная с 40-х годов 20 века для изучения строения живых клеток стал использоваться электронный микроскоп. Основными частями электронного микроскопа является рабочий стол, на который фокусируется получаемое изображение, и электронная пушка, в определенное место которой помещается изучаемый объект. Электронный микроскоп позволяет получить изображение, увеличенное в десятки и сотни тысяч раз.